Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И дает возможность постепенно переходить от гибкого оружия клинковому То есть путь от плети до клинка Вот это вес почти шашки Она достаточно гибкая, ей управлять довольно трудно И, соответственно, с ней проявляются и фронтировочные движения И рубка, например, раз-два Вот такого типа Одной рукой, другой рукой Передача, передача, передача там Раз, два, раз, два, раз Вот я перехватил, вроде показал, на правую пошел Удар левой Раз, поменял, сделал правой То есть рубка, то есть горизонтально здесь и так далее Вот, они достаточно тяжелой веситой То есть по весу и по... Ну и, в общем, это, ну как, относительно безопасно Если ее вот так вот, в принципе, шлепнуть Да? Подойди Под ладошечку, дай Да? Ну, его баланс хуже Баланс, естественно Баланс хуже, поэтому управлять им сложнее Но Тяжело в учении, легко в бою Да, во-первых, тяжело в учении, легко в бою Во-первых Во-вторых, это гарантирует, что там никто не порежется, не пострадает, ничего То есть себя зацепить достаточно сложно Вот Вот, это вот жигитки Есть еще нагайки там и так далее Тут различные варианты гибкого оружия, типа нунчак Данская нагайка двухсекционная Там один конец деревянный, отвлекенный кожей Другой немножко длиннее, там, с грузом небольшим В результате такая Она не убьет, но Вывести из строя и остановить, так сказать, противника может Вот Второй вариант, более сложный Вот этот вариант кнута, он не длинный Здесь Да Это Ну, относительно короткий То есть это условно длинный кнут Вот Относительно короткий Здесь где-то Метра полтора Вот Ну, может быть, чуть-чуть больше А вообще, вот где-то так Ну, до трех метров это стандарт Когда работаешь, допустим, с двумя трехметровыми кнутами Это действительно это самое Я вот с таким давно не работал Вот Ну, вот, например, там, что, простые Вот такая вот работа Как звук выстрела, как вы и говорили Да, но дело в том, что вот если бы он был длинный, то хлопки были бы очень-очень мощные, как выстрелы Чем длиннее, тем на конце спорят больше Да, чем длиннее, тем здесь получается как Вот чем интересен, интересно гибкое оружие В карате в основном проникающие удары фиксированные Но есть агаучи Есть уракины Вот это тип Бичевого Бичевой техники То есть здесь идет все от центра От центра идет волна В конец И возврат Вот примерно то же самое, что здесь Вот видите, вот разгоняется Вот такого типа Значит, здесь, смотрите Вот отойди, пожалуйста Вот чуть-чуть сюда, Саня, отойдите в сторону Отойдите в сторону Вот, например, противник, да? То есть вот А он облетает И в это время, видите, я его могу вытернуть из баланса Если ноги, соответственно, человек падает Если шея, это моментальное удушение А если вот сюда Может, мы будем сейчас прикрепить груз? Ну и не попасть в самого себя Ну что, он сейчас снимет Я вам уже говорил Пробивает грузы, пробивает как пуля Текло, терпить, заробить Понятно? Ну это вот, так сказать, образцы Различные фигурации Различные длины Которые можно Это отдельно Вот то, что я вам хочу показать Это работа, которая основана на фланкировке и на рубке Длина клинкового мороженого Ну, вариант кистиня Понятно, да? Вот Поэтому мы сейчас это отложим Сколько у вас лет этих предведов Этим заниматься не будем Сейчас мы снимаем Пойса Ну, поскольку это, в общем-то, не японская тема Да? Хотя это будет А японская вот за раз, два, три, четыре, пять Ну, будем считать Ищ, истан Кота Ну, так вот Ищ Обратно Ми, сан, ти, го А вращая внимания Что мы стараемся сделать ускорение Кота Вот Верхний круг Теперь Здесь Вот здесь, смотрите Вы крутите к центру Центру, 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 центру Передали Центру, центру, центру Теперь снизу Снизу, 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 снизу С другим заделом Снизу, снизу Снизу, снизу Понятно Теперь Это простейшие круги Простейшая восьмерка Прямая Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Другая рука Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Тело, 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 тело Теперь обратная восьмерка снизу 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 каждый круг скорения 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 теперь это примеры кругов восьмёрок комбинации кругов восьмёрок 1,2 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 понятно да? 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 это элементарный тренировочный снаряд а вот оружие это уже изготовлено мастером разные фигурации, разные стены разная техника восьмерка вертикальная то есть вы бьете по ногам, а здесь бьете по голове раз, два, раз, два, раз, два по ногам, по голове внутрь, 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 внутрь вина как раз позволяет сделать такое движение не цепляя собственного тела видите, я чуть-чуть качнул и здесь качнул и здесь качнул и здесь понятно? так, хорошо теперь смотрите, восьмерка дело в том, что гибкое оружие вот я сейчас пока стою на месте, я сам не вращаю я могу вращаться, тогда будет работа в окружении раз, раз, два, раз, два отсюда раз, раз, два раз, раз, два понятно, да? то есть я могу вращаться, наносить удары в разочном направлении потом то же самое встречаем но это пока фронтировка то есть это именно суставная гимнастика умение управлять оружием в данном случае оружие тихое но потом все то же самое делаем с одной из двумя сейчас у меня начинал с коровкой ну да нет, в принципе я могу пока я качаю просто покажу вот например сейчас нет нет сейчас это поочередная работа да? вот раз два ладно я сейчас потом покажу сейчас давайте закончим сначала с этим разматывать так вот 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 смотрите значит вот вокруг себя смотрите вот я махнул назад то есть я защищаю сзади да? а здесь видите идет вот я начинаю работать в окружении да? я могу менять и менять оставлять вот да? раз раз два ну вот ну вот 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 раз два раз раз два раз на Ничего не напоминает? Посмотрите внимательно Раз, раз Сайра Сайра Здесь есть сезонная вещь В принципе Случайная вещь Только она более опасная Для вас самих Это абсолютно безопасная вещь И дает возможность вам проработать Вот Теперь Какие в основном рубящие комбинации Опять же диагональные кресты Горизонтальные Горизонтальные в одну в другую и так далее Пример рубящей комбинации Раз, два Смотрите Раз, два И рубка вниз Вот я Рубанул здесь Рубанул здесь и здесь Попробуйте Восьмерка, восьмерка Рубка вниз Раз, два Вот Вот Вы все это можете Главное показать как надо Да У вас есть уже база на которой вы можете это делать Это так Раз, два Вот Здесь важно Смотрите, чтобы вращение все время держало Кнут Вот Вот Гибкое оружие Гибкое оружие В натянутом положении Чтобы оно не ломалось Смотрите То есть Вы бьете Прямым оружием Натянутым оружием А если на нем еще конец А нужно еще больше Соответственно На момент оплетки Что я показал Момент оплетки будет еще мощнее Груз будет Загрузки Вокруг швея Вокруг ног и так далее Понятно? Вот Другой вариант рубки Вот Махнул сюда То есть это область лица Раз, раз, два И пошел работать отсюда Посмотрите Раз, два Раз, два Раз, два Левой Раз, два Раз, два Обратная восьмерка Понятно? Снизу, снизу Снизу, снизу То есть вот сюда крутанул Снизу, снизу Если я кручу обратно Раз, раз, два Раз, два Раз, два Это все фланкировка А вот рубка Например Вот я стою Вот я стою Рупящий удар по ногам По ногам Шея И вниз То есть вниз Вниз идет Здесь Вот я рубанул Здесь 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 А вот потом По сзади стоячему противнику Да По сзади стоячему противнику Идет Разрубающее движение От плеча До сегла Ну понятно То есть клинок Он будет идти так Клинок Он будет идти так Клинок Не легкий Не тяжелый Костик Только тут Да Вот А если это Треть То это будет Такой вот Обжигающий Цифр Ну я тебя чуть-чуть показал А в принципе Если вот такие цифры стояло То Ну 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 Здесь Раз Два Бам Раз Два Бам Вот Молодцы Молодцы Красавцы Прекрасавец Так Левая рука Левая рука Левая рука Вниз Обмахну Вниз Сюда Здесь Вниз Сюда Вниз Вниз Понятно? Вот Теперь смотрите Ставки к бою Показываю Что здесь Что здесь Смотрите Идет Рубящий удар В Область Шеи Здесь Идет Восходящий удар Если руки торчат То есть Взбиваете то что там торчит Понимаете? Раз Два Ну и соответственно Из окружения идет работа Какими-то другими техниками То есть Идет вот смотрите Раз Два Но разные уровни Здесь верхний Средний Понятно? А здесь Рубите туда Понятно? Итак Шаг к бою Верхний Средний Вниз Верхний Средний Вниз Верхний Средний Вниз Park Лева Рука Верхний Вверх В свет Левую Ставка Вбою Верхний Вниз Ставка В Боем Верхний Средний Вниз Хе-хе-хе Понятно? А вот здесь смотрите, вот полная имитация движения сайфи Но не потому, что это имитация движения сайфи А в сайфе это имитация движения клинковым оружием Помимо освобождения от захвата Понимаете? То есть что получается? То есть есть противник здесь, есть противник там И вот вы можете сделать, например, сечете здесь А здесь вы можете рубить его в этом направлении Он же не знает, как вы рубанете Вы можете рубануть так И вы можете рубануть так И вы можете рубануть так То есть по всем траекториям Поэтому ты сейчас стою на безопасном расстоянии, вот на таком, да? Вот так вот реагируешь. Вот я стою, шашли ковы. Раз, два, шаш! Теперь я рубанул два раза. Отсюда. Раз, два, рубанул здесь. Шаш! Вот я рубанул его здесь и провел сюда. Ну вот, точно говорят примеры. Теперь, если вы берёте так, то, соответственно, это для защиты. То есть, скажем, сейчас, ну, ты с пояса зайкуешь. То есть, например, идёт там движение сверху, да? Движение сверху. Вот вы его завязали, здесь взяли. Ну, так, понимаешь. Понимаете, да? Ну, такого типа. Естественно, это требует некоторого времени, быстрого, быстрой наброски. Вот как будто вяжете узел. Да? Вот рука пошла. Да. Бам! Если я вошёл, видишь, есть. Опа! Ну, пока он ещё не успевает. Вот. Есть, есть такой момент. Есть такой, знаешь? Просрайся. Да. Все. Игра мой. Пока? Ну, вот такие вот игры. Вполне неплохой инструмент. Если вы владеете такой штукой, и у вас есть ремень, который... Ну, ремень достаточно длинный. Ну, допустим, он вот такой длины. Вот он у вас завязан. Вы выдёргиваете. Намотали. И вот у вас уже другая длина. Другая дистанция. Ну, вот как-то так. Поработаем немножко. Давай, Костя. Продолжение следует...